Сегодня праздник у людей теперь уже редкой профессии. День сапожника отмечают во всем мире. Принято считать, что сапожники это, как правило, мужчины. Но у профессии есть и женское лицо, и героини нашего следующего сюжета. Девушки, которые помогают дамам модно выглядеть и при этом комфортно себя чувствовать. Мой коллега Юрий Прокопенко наблюдал за процессом создания эксклюзивной обуви. Надежда Возилова в этой мастерской не в первый раз. Женщина мучается с ногами, и обувь на заказ как раз для нее. Новая пара сапог села как положено. В магазине трудно подобрать, они шьют мне по моей ноге. Эти девушки в обуном бизнесе четвертый год специализируются на женских сапогах. Екатерина по профессии дизайнер обуви предложила подруге Анастасии создать общее дело. На 40 арендованных квадратах открыли мастерскую, купили оборудование и начали осваивать технологический процесс. Первое время тяжело, но потом привыкаюсь. Если кожу с вечера обработать жирным кремом для рук и дать ей ночь пропитаться, а потом, собственно, все это счистить, то кожа станет более мягкой, более эластичной. У девушек полная взаимозаменяемость. Пока Катя кроит, Настя шьет, потом меняются. Почти все операции делают сами. Пару раз в неделю девушкам помогает мужчина-сапожник. Операция по затяжке обуви конечная, требует физических усилий. Сшитый сапожок одевается на колодку, затем затягивается и пришивается к подошве. Эта работа, ну, никак не женская. А снятие мерок до получения сапог на руки клиент ждет около месяца. Это эксклюзивная обувь, сшитая по индивидуальному заказу. Девушки стараются выполнить любой каприз клиента, но, говорят, в тренде у белорусских женщин по-прежнему практичность. Темные цвета, не очень высокий каблук, чтобы можно было каждый день ходить, проходить большие расстояния. Возможно, там, с сумками в магазин, если сходила женщина все-таки. Но многие, конечно, выбирают что-то и пооригинальнее. Ручная работа – это всегда статусная вещь. А в нашем случае ручная работа соотносится еще и с удобством. Мастерство этих девушек уже оценили дизайнеры из Белоруссии и России. Екатерина и Анастасия не раз шили обувь для модных показов и теперь задумываются над собственной модной коллекцией. Ведь поговорка про сапожника без сапог – это не про них. Юрий Прокопенко, Василий Лосенков, телекомпания СТВ, Могилев.